Николай Михайлович Долгих офицер в отставке. Главное увлечение – дача и рыбалка. Именно она стала толчком для другого дела жизни – плетения из лозы. 12 лет назад Николай Михайлович задумался сплести садок для рыбы и записался на мастер-класс. В 2004 году мы были в Чабаркале, в санатории. И там один отдыхающий предложил провести мастер-классы по лозоплетению. Я пошел и в декабре 2004 года первый сплел корзинку там, по его руководству. За эти годы мастер сам по книгам и руководству в интернете научился делать корзины, посуду, украшения для дачи, сплел даже люльку для внука. О продаже изделий – неплохая прибавка к пенсии. Для плетения использует гибкий ивовый пруд. Самый трудоемкий процесс – заготовка лозы. Начинается с осени основная заготовка и до весны. Если по уральскому – это конец апреля, начало мая, до начала сокодвижения. Вот если в коре, вот она называется в коре, а не коренная, зеленая лоза, то срезал и можно сразу работать. При наличии инструмента шила, ножичка перочинного, да, можно уже, а не ножом, в принципе, можно начать работать, сплести обыкновенную грибную корзинку. На плетение мастер собирает годовалые пруты кустов ивы, которые отрастают после обрезки при очистке зарослей. У рек вдоль железнодорожного полотна высоковольтных линий автотрасс. Основа основ – надо научиться плести донышко корзины. Николай Михайлович берет восемь палок одинаковой длины, обрезает их ножом с надежно закрепленным лезвием. Расщепляем и вставляем. И так все четыре. То есть делаем крестовину. Для удобства можно сточить на конус, да. Дальше берем два тоненьких прутика. Чем тоньше, тем длиннее. Не плита. Вот эту крестовину мы закрепляем первыми двумя прутиками. После оплетения дно корзины наращивают и плетут уже вверх. Свежий ивовый прут бывает разных оттенков зеленого. Если снять кору, прут белый, его просушивают и варят для гибкости. Здесь тоже можно увидеть разные естественные оттенки бежевого. Плетение из лозы становится любимым досугом Николая Михайловича зимой, когда дача на замке. Два раза в неделю он дает мастер-классы в Пермской Слободе.